Друзья, всем привет! Соня здесь и давно мы не виделись на обзорах каких-то девайсов для сим-рейсинга. Более года, если быть точнее. И тут друзья из simhub.com.ua прислали мне целый набор посылок. Типа, давай уже делай что-то, пора бы. А вот, короче, наборчик от бренда Simagic. Direct Drive руль, рулевое колесо и педали. И еще жду, в пути находятся посылки со штурвалом, а также с педалями от Simagic. Пару слов о данном бренде Simagic. Хочется сказать то, что растет действительно монстр, который на данный момент предлагает на мой взгляд довольно-таки интересные, конкурентные как минимум решения. А в каком-то смысле даже привлекательные. Это целая экосистема рулей, бас, педалей, шифтеры, ручники. Все это работает на одном софте. То есть нередко такая тема, как сборная солянка, так сказать, от педали одного бренда, база другого, руль третьего и так далее. Здесь же все в единой экосистеме под одним софтом. Это, кстати, упрощает во многом подключение подобных устройств для того, чтобы поиграть, например, в аркады, в ту же Forza. Потому что Forza не работает с отдельными педалями и отдельной базой вообще ни в какую. Можно это все, конечно, эмулировать, но то такое себе. Здесь же все в одной экосистеме. Плюс очень крутые эти девайсы с точки зрения дизайна, функциональности, а также качества сборки. В каких-то моментах даже на голову выше будет, чем, например, тот же самый Fanatec. И я вот думаю, что, наверное, я буду распродавать весь свой Fanatec. Объявление такое себе. Все рули, все базы и переходить на что-то другое, что будем щупать. Хочу покататься на этом конкретно наборчике где-то с месяц, чтобы вам не что-то с бухты-барахты рассказать, а именно непосредственно свой опыт. Ну и также пару слов о компании SimHub.com.ua. Это мои друзья, также партнер канала. Если вы хотите собрать для себя топовый симулятор для того, чтобы там просто кайфовать, получать удовольствие, либо тренироваться, если вы автоспортсмен или хотите начать заняться. Блин, да что за хуйня летает? Что за хуйня? Идите на хуй отсюда. Интересно, это видно было? На улице снимать то такое себе. Мошки-шмошки, жабы, блин, гонщики. Опять налетели. Ди, ты не говоришь. Так вот, если вы хотите собрать себе топовый симулятор, либо получить консультацию, все сделать под ключ, то есть не разбирайтесь, не хотите париться, у вас есть деньги, но хотите собрать себе лучшее решение в определенный бюджет, то SimHub.com.ua к вашим услугам. Ребята, кстати, уже продают свои устройства не только на территории Украины, но также и в Польше выходят на европейский рынок. И это официальный партнер огромного множества самых лучших брендов, которые производят девайсы и системы для симрейсинга. Поэтому ссылка будет в описании, всем максимально рекомендую. Так, ну что, у нас тут три коробки, давайте распаковывать, смотреть, что оно от чего. Наверное, будет несколько видео, первое впечатление, а потом уже что-то там с опытом. Давайте, наверное, самый большой начнем. О-о-о, новенький девайс для симрейсинга, как же я скучал по этому. Итак, друзья, шифтер C-Magic DS8X. Что-то там, что это? Keep Racing, Break Limits, Take Control. C-Magic. Свои лозунги уже запускают. Так, здесь у нас, ага, крепление для того, чтобы была возможность закрепить базу Direct Drive непосредственно к столу. Честно говоря, такое себе решение. Я не представляю, кому это нужно, крепить Direct Drive к столу, потому что любой стол будет ходить ходуном, если он не прикручен на мертво к полу. Наверное, плюс педали для такого девайса, LotCell, такое себе будут уезжать. Ну, короче, если надо, то такое есть. Посмотрим, как оно работает, я вам продемонстрирую. А также баранка C-Magic GTS. Круглый руль. У них есть абсолютно разные рули, штурвалы, кругляши, для дрифта, например, либо для кузовных тачек. Ну, штурвалы более ходовые, для GT3, например. Assetto Corsa Competizione, наше все, да, многие любят. Там что-то карбоновое. Реально карбон. А, это не аксессуар для педалей? Так, тут что-то из карбона, какая-то подложка. Возможно, это для шифтера. Обзорщик от бога. Ну, это видео у нас такое себе, а-ля подкаст, влог, первые впечатления о девайсах про C-Magic, как в свое время я снимал на Fanatec. Когда-то я охал и ахал, а сейчас на Fanatec смотрю. Ну, как бы окей, но как-то что-то после того, что я видел от других производителей, как-то и не окей. Тут, в общем-то, крепежи и какая-то карбоновая пластина. Я уточню, что это и для чего это, с чем это едят. Пока откладываем. Эти аксессуары тоже нам на данный момент не нужны. Давайте сперва руль, хотя, честно говоря, вот среди всего набора я видел разные рули, там, базы. Это все понятно, они все классные, но больше всего я ждал именно вот это. Это шифтер, ребят, DS-8X. Во-первых, он в два раза дороже, чем Fanatec. И Fanatec шифтер, в общем-то, он довольно-таки классный. Мне он всегда нравился, у него классные тактильные ощущения при переключении передач. Но это так же, как Fanatec работает, как в секвентальном режиме, так и в вашеобразном. Давайте сперва руль. Уже коробки взрослеют, не просто какие-то там уже нормальные, симэджики, кипрейсинг, там, лозунги. Подсматривают, подсматривают у немцев, на самом деле, учатся и совершенствуются даже в этом направлении. Ну, типа, почему бы и нет? Потому что все это эмоции, когда ты получаешь такие посылки, которые тебе интересны, естественно, это дает свой кайф. Оп. Откладываем. Здесь есть наклейки, а также пинцеты и мелкие шестигранники. Наклейки со всевозможными обозначениями для того, чтобы расклеить их на руль, чтобы упростить навигацию, четко понимать, там, побибикать, поморгать фарами и там в таком духе. Мануальчик. Множество наклеек. Фирменный ход C-Magic. Кстати, прикольно, я такое люблю. Также вот такие наклейки, то есть можно все переключатели и кнопки выделить разными цветами. Они становятся ярче. Ну, проще, наверное, запоминать. Вот в разных цветах прикольно. Мануальчик, опять-таки, чего как собирать. И баранка. Баранки у C-Magic максимально классные. Я бы сказал, что они на порядок лучше, чем фанатековские по ряду причин. В общем, качество сборки на высшем уровне. Классные материалы. Классная строчка. Кожа, ну, обычная, скажем так, нормальная. Кожа зам, скорее. Наверняка. Но это не имеет особого значения, на мой взгляд. Классно выглядит. Мне что нравится в C-Magic, вот в их рулях, это качество переключателей, то есть свечей. Оно все, ну, скажем так, немножко получше, чем на фанатек. Хотя здесь я бы не сказал. Кнопочки прорезиненные. Фанки свитч в количестве одной штуки и просто... А, два. Два фанки свитча. В общем-то, прикольная LED-подсветка. Посмотрим, как это все в деле. Судя по всему, сантиметров 30 диаметр. Магнитные лепестки. Очень приятные, кстати. Лепесточки клевые. По хвату не знаю, посмотрим. Вообще, руль, мне кажется, что может быть универсальный. Как для кузовных тачек, так и для каких-то более злых, типа GT3. Система быстросъема. Квик-релиз фирменный. Сим-мэджик, кстати, довольно-таки классный. Никаких люфтов, по крайней мере, раньше. Я не замечал, это задолбали так. Есть провод USB Type-C, USB-A. Судя по всему, для того, чтобы вносить какие-то настройки в эти рули. Бывало у меня такое, когда я снимал обзор год назад на руль. Он у меня, насколько я помню, не работал с базой корректно. Нужно было что-то там поправить. И тогда все начинало работать. Классный руль. Ну, по первым впечатлениям, реально классный. Надо будет им попользоваться. Там я уже расскажу больше, что оно такое из себя представляет. А теперь тот самый шифтер. Как быстро вырос Сим-мэджик вообще, да? Еще пару лет назад. Ну, я, по крайней мере, об этом бренде вообще не слышал. Сейчас Сим-мэджик, Сим-мэджик везде. Сим-мэджик, ну, такой достаточно ходовой. Есть, конечно, там, сим-кубы и все остальное. Но Сим-мэджик, он за свой прайс предлагает интересные решения, на мой взгляд. Так, мануал. Еще какая-то информация. И шифтер. Слушайте, ну, он такой довольно мелкий. Ну, в плане, при сравнении с фанатековским, он будет поменьше. Естественно, весь металлический. Ручка, интересно, одна в комплекте. Ух ты, классно. Кстати, вот это, видимо, заднюю передачу включать. Это как на настоящих тачках. У меня в РЦЗ-ке точно так же задняя втыкается. Прикольно. На себя рычажок вот так вытягивается. Так, здесь у нас крепежи. А так же кабель USB-B, USB-A. Подключается он именно таким образом. Не знаю, в ПК или в базу, посмотрим. Надеюсь, что в базу. Хотелось бы, чтобы все это работало, как я сказал, в единой экосистеме. Хотя, возможно, но в драйвере Windows в любом случае будет в единой экосистеме. Так, ну что, ну прикольный. В плане щелчка это сейчас Sequental Mode. Можно переключить. Вот здесь есть переключатель в H-образный мод. Кстати, довольно-таки удобно это делается. И вот таким образом тыкается. Надо его закрепить, и тогда можно будет сказать уже какое-то мнение. Ну, так, конечно, прикольно. Правда, я не знаю, есть ли смысл переплачивать такие деньги, ну, в сравнении с Fanatec-овским, но работать четко, очень. Я бы не сказал, кроме вот этого момента. Вот мне это нравится, потому что это задняя, да, судя по всему. Да, таким макаром включается задняя. И предполагаешь, и седьмая передача тоже. Семиступенчатый. А, он восьмиступенчатый. То есть есть еще восьмая передача. Да. В эту сторону получается задняя, а здесь дополнительно еще седьмая и восьмая передача. Восьмиступенчатый шифтер. В этом плане он уже навороченнее, чем Fanatec. Сзади вижу под шестигранник винт. Предполагаю, что это можно закрутить жесткость включения передач. Но это уже, когда установлю на свой кокпит, опять же, вам более подробно расскажу. Снизу есть отверстие для крепления всего этого добра. Прикольный шифтер. Мне нравится, что он компактный. Приятный такой достаточно. Но, по-моему, 500 евро стоит. Может, я ошибаюсь. Надо будет посмотреть. И, кстати, довольно прикольно переключается в Sequental Mode и H-образный. Он как отскакивает потом обратно. В Fanatec там вперед-назад нужно такую крутилку тянуть. Она не очень удобная. Я вам честно скажу, не особо в восторге с нее. Было бы интересно еще пощупать какой-нибудь ручник от C-Magic, потому что у них таковые есть в продаже. То есть, есть возможность приобрести сразу комплексное решение от одного бренда. Это, ну, как я уже говорил, это плюс. Например, для аркад. Ну, и в общем и целом. Далее. P2000. Что это такое? Тут еще должны быть педали, которые выглядят прям... Опять летает мразина. Блин, отсюда вот. Так вот, которые выглядят очень интересно. У меня сейчас основные педали это Meca Cup. Есть еще Fanatec Club Sport, от которых я, честно говоря, не в восторге. В Club Sport все замечательно. Они классные за свою цену. Но педаль тормоза и ее информативность, на мой взгляд, оставляют желать лучшего. Например, Meca Cup гораздо в этом плане лучше. Но Meca Cup выглядят на фоне Club Sport как-то педали-то и педали. Ну, типа, брутально. Наверное, дорого-богато, но ничего такого. Эти же педали, то, что я видел на картинке, по крайней мере, выглядят прям круто. Да, здесь педальный блок. Итак, вашему вниманию C-Magic P2000 TBC R. Вот такая вот штука. Интересно, что выглядит как гидравлика. Ну, что-то такое. Но я думаю, что это провод обычный. Хотя, посмотрим. Что мне не нравилось в моих педалях Meca? Это то, что они в комплекте шли без вот такой пластины, которая здесь есть в комплекте. Причем стоят Meca Cup даже немножко дороже, насколько я помню, чем... Ну, стоили, не знаю, как сейчас, чем конкретно этот педальный блок. Здесь толстенная пластина, толщиной так это до сантиметра на вид. Видимо, алюминиевая или что. С какой-то царапиной, кстати. Это не я. Тут был след, если что. Это для SimHub.com.ua, потому что это нужно будет возвращать всего скорее. Хотя, если понравится, может быть, и себе оставлю. Такое дело. Короче, уже хорошо, что есть в комплекте такое решение. Вот такая карточка здесь. Вау! Все размеры указаны. Вот это просто вау, беру GoPro. Показать вам. Вот так это все добро выглядит. Очень круто. Посмотрите на накладочку. Обработка, фаски какие. Красивые. Очень классные. И не все такие, как вы понимаете. Но вот это уже реально выглядит очень круто. Причем, видите, она как рифленая такая достаточно. Классная штука. Вот устройство педали тормоза, я так предполагаю. Слушайте, по-моему, это не просто провод. Это гидравлические, что ли. Вот такой кабель в плетенке. И педаль тормоза прям выглядит интересно. Так, а где остальные педали? Я что-то не понял. А, это только тормоз, остальные там, что ли? Здесь есть смазка. Вещь нужная, кстати. Ну, здесь только одна педаль. А в этой коробке, это меня прям удивило. А, не одна, все. Здесь поднимается вот это. Все гуд. И вот здесь находится еще газ, сцепление, плата. Думаю, интересно выглядит. Смотрите, как классно. Я вот, кстати, критиковал MecaCab за то, что они сделали блок для подключения педалей. На 3D принтере распечатали. Здесь уже более так культурно. Орг-стекло, оно классно выглядит. Мне нравится. C-Magic. Клево. Вот такие педали. Максимально стильные. Ну, по первым впечатлениям, так сказать, здесь еще какие-то пружин дофига в комплекте. Разные. Разных цветов. Поняли? Судя по всему, с разной жесткостью. То есть, регулировать здесь можно все по полной программе. Выглядят прям, ну, просто секси. Я думаю, что это прям мечта SimRacer, да? Это все я установлю на свой кокпит. И покажу вам в сборе, как это выглядит. И уже расскажу свои впечатления, как это работает. Ну, выглядит прям, ну, клево. Все-таки MecaCab это хендмейт. А тут более заводской, так сказать, вариант. И это как бы сразу чувствуется. Хотя MecaCab, повторюсь, тоже довольно классные педали. Чтобы я там не говорил. Очень круто. Так, и последняя коробка. Судя по всему, с базой. Бытует мнение. Это Alpha Mini называется база. Я слышал такую тему, что эта база имеет свойство перегреваться. То есть, склонность к перегреву. И либо некорректно работает, либо чаще отключаться в самый неподходящий момент. Особенно, если вы поднавалите обратные связи. Гоняешь, 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 гоняешь. Там Endurance, например, какой-нибудь, где тебе много часов нужно катать. И она просто потом... И вырубается. Я сразу задал этот вопрос ребятам SimHub.com.ua. Они говорят то, что ни разу с таким не сталкивались. Информацию о том, что она перегревается, я слышал год назад. Не знаю. Во-первых, я лично протестирую в разных играх. С разной продолжительностью буду катать. Даже подрифтить попробую, наверное. Потому что это самый, наверное, такой большой стресс-тест, мне кажется, дрифт. Ну, в плане скорости вращения так уж точно. И, естественно, дам вам фидбэк. Будут ли у меня подобные проблемы или нет. Но, повторюсь, ребята из SimHub.com.ua говорят то, что у них такого никогда не было. Мои мысли. И, возможно, Simagic просто об этом узнали. Потому что информация с разных источников поступала об этом. Так вот, возможно, они об этом узнали. И могли это поправить либо какими-то более новыми ревизиями. Либо, банально, прошивками и программным обеспечением. Вот. Поэтому посмотрим. То есть, кто-то говорит, что таки да, таки греется. Кто-то говорит, таки нет, таки все нормально. Потому что гоняют целыми днями и все круто. Но из достоинств этой базы, вот первое, что хочется отметить. Мануал. Первое, что хочется отметить. Вот сразу я это уже вижу и понимаю. Это ее компактность. Вот это вот. То есть, моя ладонь. Вот, вы понимаете. И размером в ладонь фактически. Супер компактная база. Если мне не изменяет память, на 10 ньютонов. С одной стороны, это не очень много. Потому что тот же Fonotec и даже DD1 практически в два раза мощнее, чем это. С другой стороны, не знаю. Я катался год назад на C-Magic предыдущего поколения. Это была не мини-база. Я забыл, как на M5 или M10 называлась. Но не суть. Тоже было 10 ньютонов метров. Чуть-чуть побольше. И мне обратной связи хватало, честно говоря. Что для круглого руля комплектного, что для штурвала. Поэтому это такое дело. Бытует мнение, что обратная связь становится немножко более смазанной. Из-за того, что крутящего момента меньше. Возможно, это так. Как бы с физикой ты не поспоришь. Но, повторюсь, лично мне 10 ньютонов метров было достаточно. Есть у C-Magic базы более старшие. Они больше размером. Естественно, мощнее. Думаю, что таковые на обзоре у меня тоже рано или поздно побывают. Посмотрим, что как они. В общем-то, сейчас надо установить. По первым впечатлениям. Ну, ничего необычного. Директ драйв, он и в Африке директ драйв. Но вот уж он компактный. И сборка шикарнейшая. Заводская. Ты посмотри, расквакались, блин. Ну, идем закроем им. Ебанники. Алло, квакалы. Оно быстро. Все пошкерились, блин. Оно ротяку закрыло. Им вообще по херу. Скотина. Хорош. Ква-ква. Вот так вот и живем. Заплыла одна скотина. Года три назад. А теперь их там десятки. И вот этот хор мне устраивают. Ну, по крайней мере, первую половину лета. Пока у них там брачные танцы. Здесь же блок питания. Довольно-таки маленький. В сравнении с тем же DD1, DD2, он в разы меньше. Ну, я думаю, что хватает на 10 ньютонов, наверное. 36 вольт, 7 ампер, 252 ватта. Ну, да, наверное, на эту мощность достаточно. Но для 7 ампер он довольно-таки компактный. Это тоже все максимально компактно. Это прикольно. Ну, в принципе, это плюс. Главное, чтобы работало и не грелось. Кобеля для подключения. Переходники на разные вилки. А тут не просто. Тут китайская вилка, но там есть переходник. Но также есть переключатель физический. А, видимо, таким образом она и включается. Кнопка включения, короче, находится прям на проводе. Вот тут обычный тумблер. Как на блоке питания на компе. Ну, в общем-то, и все. Дальше нужно винты крепежные, ничего интересного. Дальше устанавливаю это добро на свой кокпит. И делюсь с вами впечатлениями. Наверное, с месяцок покатаюсь. Посмотрю, что оно как. Установим. Короче, все вам покажу. В деталях постараюсь рассказать. Папа. Папа! Папа! Нельзя так оставлять вазу. Ваза уйдет на педали и его заткнулась. Уф-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Уф-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Прикруто. Некрасиво. Вот, у меня вот эта подсветка нравится на базе. Уф-фу-фу-фу. Ух ты какая подсветка Красиво, да? Да, мне нравится подсветка Классная Классная подсветка Классная подсветка Классная подсветка Классная подсветка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И что я могу сказать вам в конце данного видео? Несколько недель использования базой, примерно с недели использования педалями, а также с шифтером. База настолько отвратительная, ужасная, как ходят мифы, что я решил оставить ее себе. Да, я решил, что я распродам все свои базы Fanatec, рули и так далее. Перейду пока что на C-Magic. Меня он удовлетворил, мне понравилось. Ну и самое главное для меня это что-то новое, потому что Fanatec для меня это уже пройденный этап. Слишком долго я с ним и базочка C-Magic, вот это все, знаете, зажгло во мне огонек любви к сим-рейсингу. Мне снова стало интересно гонять в разные симуляторы, вкатываться, разбираться, что-то настраивать. Короче, и девайсы для меня лично такие максимально позитивные, интересные. Хотя есть ряд недостатков, подробнее о которых я расскажу вам в отдельном видео. И как ни странно, больше всего вопросов у меня именно к педалям, знаете, это такое, люблю и ненавижу два в одном. Шифтер тоже приятный, но тоже не без подводных камней. То есть есть там тоже нюансы, о которых стоит отдельно поговорить. Также ко мне пришла посылка с вот таким замечательным штурвалом. Очень он мне понравился, на данный момент это один из самых любимых моих штурвалов. Гаджеты, конечно, топ, вот реально. Есть, конечно, нюансы, но в целом гаджеты очень интересные и как минимум достойны вашего внимания. Хочу развеять миф о перегреве базы. Это еще один спойлер. Никаких проблем лично у меня с этим не возникало. Я ее тестировал в различных режимах, вплоть до многочасовые сессии обратной связи до 85%. У меня никаких проблем не было. Чтобы вы понимали, на следующий день после той гонки у меня была конкретная крепатура на руках. То есть болели конкретно руки. Обратной связи было слишком много. Да, база тогда нагрелась, но она не отключилась. Не менялся абсолютно форс фидбэк. То есть обратная связь вот такая, как была изначально при включении базы. Точно такая же и в конце сессии осталась. И ничего не отключалось. Но подробнее обо всем, о базе, обо всем остальном, еще раз я расскажу в отдельных видео. Так что обязательно подпишитесь на канал. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк. Ну а на этом у меня все. С вами был Соня. Спасибо вам за внимание. И до скорых встреч. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok